Я тебя приветствую, дорогой Александр. Как у тебя там погода? Скажи, пожалуйста. Ой, тепло. Доброе утро, Хосай Магомедович. Доброе утро. Я рад, что мы опять с вами встретились и продолжаем разговор, который мы записали несколько дней назад. Спасибо тебе огромное. Вот там у тебя кошка за плечом. Как зовут твою кошку? Ой. О, прекрасно. Слушай, я хотел задать тебе вопрос, Александр. Ты так говорил, для того, чтобы остановить внутренний диалог, вот эту бетонную мешалку в голове, ты используешь, ты делаешь, чтобы язык растаял. Да. Прививаешь обратную связь. Ты можешь еще раз в двух словах рассказать, как ты это делаешь, чтобы новые участники нашей школы, человек будущего хомо-футуруса, это послушали? Вы знаете о том, что каждый день у нас в голове тысячи мыслей. Я вот уже рассказывал о том, что если 10 бабушек или там 20 бабушек заговорят, это война целая в голове. Так вот, чтобы остановить этот внутренний диалог, надо просто сесть спокойненько и сделать так, как будто язык растаял в водке. И вы сразу заметите, что голова становится пустой, свободной и можно дальше все решать, переходить уже к подсознанию. Ну, ты человек тренированный, тем более, что ты руководишь там целой школой, ассоциацией в Калининграде по кулачному бою, учишь и взрослых, и детей. Большая тренировка стрессоустойчивости, ты это умеешь делать. А если человек, ну, например, девушка, которая ничего этого не умеет, и вдруг у нее стресс. И вот ты ей предлагаешь, чтобы стресс снять, чтобы остановить этот внутренний диалог, чтобы голова как бы освободилась от напряжения. Вот она в стрессе, допустим. Как ей в двух словах объяснить, как это сделать? Ну, в первую очередь, когда стресс очень такой сильный, вы знаете, что головной мозг сразу направляется на этот стресс, он и его развивает. Так, в первую очередь, для того, чтобы остановить вот этот стресс, надо есть такое легкое упражнение. Вот даже в голове, вы возьмите, кто-нибудь волнуется, переживает и так далее, возьмите хотя бы, надо 2-3 секунды, перестаньте дышать. Вообще перестань дышать. Перестаньте дышать. Вот давайте сделаем с вами, например, какое-то упражнение. Вы представьте, что вы переживаете или волнуетесь. Ну, я и так волнуюсь, да. Да. Перестаньте дышать, затейте дыхание на 2-3 секунды. Вот я сжал руку, я сжал руку. Не, не надо. Просто расслабьтесь и перестаньте дышать. Но если у меня стресс, мне трудно расслабиться. Не, не надо, не надо. Как вы есть, так и сидите. Просто возьмите и перестаньте дышать. Перестань. Вы сразу видите, что мысли, которые у вас есть в голове, переживания или еще чем-то, они сразу постепенно уходят. Почему? Потому что мозг переключается на то, чтобы направить тело и все сознание на дыхание. За это, она уже отходит от стресса или от переживаний. Главное, ему сейчас надо задышать. Все. Вот на что направлен головной мозг. То есть я как бы умысленно был направлен на предмет стресса, переживал. Мне надо отстраниться от этого стресса тем, что я переключил внимание. Да. Переключил внимание на остановку дыхания. Первое дело, остановите дыхание 5-10 хотя бы секунд. Кто не надо сильно, кто сколько может. Вы увидите, стресс сразу уйдет. Следующее, для того, чтобы он не возвращался, надо научиться расслаблять язык. Так. А вот я вижу, что ты когда говоришь, ты сосредотачиваешься. И когда ты сосредотачиваешься, ты невольно начинаешь помогать себе покачиванием. Да. Может, мы это тоже порекомендуем, что если кому трудно в этот момент перестать дышать на несколько секунд или направить внимание на язык, он тоже может слегка покачиваться. Да. Это и есть. Да. А можно в этот момент кулаки сжать? Да, вы делаете, как я говорю, что угодно. Главное, чтобы не дышать и расслаблять язык. Но когда вы знаете, что вы расслабляете язык, у вас тело расслабляется. Расслабляем. Да. Идет полностью расслабление. Вот мне все-таки легче, вот мне лично, может, кому-то по-другому. Мне легче, когда я расслабляю язык. Остаточное напряжение, чтобы помочь себе расслабить язык. Я все-таки немножко вот не вот так сейчас делаю, а руку немножко вот так разминаю. Как вам удобно. Ваши упражнения. Да, слезко. Вы знаете, вот я вам очень хорошо вот эти упражнения показывать на аудитории. Когда есть люди, чтобы можно было бы рассказать подробно, как это делается упражнение. Остановить дыхание и расслаблять язык. Чтобы люди, когда вот уже им объясняют, что они более ясно понимают, как это все делается. А вот у нас сейчас будет объявление и у нас будет очередной бесплатный ликбез. А у тебя будет время, Александр, чтобы там... В четверг, во вторник, в четверг, то нет, я надо... После девяти часов я смогу. Хорошо. Я тогда пришел тогда объявление. Как бы. И там для всех в зоме покажешь. И позже там все попробуют, потому что это очень важно. Остановить внутренний диалог и через это переключить внимание, отстраниться от стресса и прийти в себя. Вот я еще хотел бы рассказать бы, Касай Магомедович, чтобы самое главное не допускать этой стрессы. Вот я вам обещал вот показать. Вот грипп ежевик. Видите? Да. Вот он. Это очень строгий грипп, который рекомендуют сейчас и детям, и взрослым. И за этим грибом стоит будущее. А кто его рекомендует? Откуда он этот грипп? Он у нас в России растет или где? Кто? Он в России у нас растет. Да, и в Крыму растет везде. И сейчас очень много его выращивают, этот грипп. Я не по книге, а по себе расскажу, что эффект от него очень сильный. Идет такое, как бы сказать, расслабление. Нет такого волнения. Нет таких, как бы сказать, стрессовых, меньше стрессовых ситуаций. А лучше всего, пускай каждый почитает и посмотрит в интернете, чем он полезен. Это грипп. Ежевик или называется, как она там где, дедова борода или львиная гриба. Его везде, по всему миру его везде, ну, разное название. А чего это вдруг именно сегодня стало такое модное? Вот это вот, знаете, он, этот грипп сыроежка. Я вот при вас это сел. И я вам говорю, эффект очень сильный. И вот те, кому я рекомендую, это все такое-то. Но сначала надо его попробовать на переносимость. Как организм переносит его? Ну, так, как бы у кого-то аллергия бывает, у кого-то плохая переносимость. Конечно, каждый должен определиться сам. Почитать про это, почитать, что пишут против этого. Потому что у меня недавно совершенно два человека писали. И полторы-две недели мне приходится с ними заниматься, выводить их из острого состояния. Мухоморов наелись. Потому что там столько говорили об этом, писали об этом, что в мухоморе, бог ты мой, есть такие вещества, которые стимулируют ум и так далее. И они взяли и наелись. Нет, это мухомор. Это, вы знаете, что это ядовитый грипп. А это грипп сыроежки. Грипп сыроежки. Поэтому мне кажется, что у каждого своя индивидуальная переносимость на продукты, на шоколад, на сахар, на хлеб. И на грипп тоже, естественно. Поэтому лучше всего, если каждый сопоставит разные мнения и подумает сам. Потом чуть-чуть попробует. Ну, я же врач, я должен так сказать. Это обязательно. Сначала надо прочитать информацию всю полностью. И знаете, что интересно? Если про многие там грибы, там растения, там лекарства и так далее. Есть положительные, есть отрицательные. То я про этот грипп, я еще сколько лет, о сколько месяцев я уже считаю информацию. Я еще не нашел ни одного отрицательного отзыва. Вот, поэтому мы попросим всех участников нашей школы Человек-Бурщик Хомо Футурус найти какую-либо отрицательную информацию. Вот, вот, это будет интересно. Еще раз скажи громче, пожалуйста, как называется эта грипп. Тежовик. Тежовик, да. Он такой, знаете, лохматый такой он весь. Как атомный взрыв. Ну, да. Передедовая борода, это все. Вот, это очень интересно. Грипп, гриппом, а надо самому работать для того, чтобы не было стресса. Это очень хорошо. А моя задача, как доктора, все время говорить и напоминать, что каждый человек имеет свои индивидуальные особенности и восприятие еды, и восприятие каких-то упражнений. И поэтому надо всегда подробнее изучать, кто вам рекомендует, что пишут об этом, сравнивать, сопоставлять. То есть думать надо своей головой, а не только брать рекомендации. Но спасибо тебе, Саша, потому что ты почетный участник нашей школы, твои приемы с большим интересом читают в нашей книге, там, где они написаны. И поэтому еще раз тебе спасибо. Я так понял, ты сейчас идешь на тренировку. Есть еще пять минут. Давайте я хотел еще рассказать вам второй части. Знаете, грипп гриппом, а надо самому работать. Потому что без нас никто ничего нам не поможет, если мы на это будем не согласны. Значит, есть такое одно понятие, что если человек подчиняет под себя мозг, он становится выдающим человеком. Но если мозг подчиняет человека под себя, человек превращается в скотину. Ну да, поэтому только человек, в отличие от животных, способен к идеалам, способен работать с подсознанием своим осознанно, способен побеждать страх, создавать новые идеи. Только человек, потому что, когда у него страх, у него тоже работают инстинкты выживания, бей-беги, оцепеней. И надо со скоростью этих реакций уже учиться создавать изобретения. И мы сейчас будем этим заниматься. Чтобы со скоростью реакций, инстинктов создавать новое. Когда мы с вами первые делали этот ролик, я там говорил о том, что вхождение в подсознание. Так вот, для того, чтобы подсознание работало и помогало. А вы знаете, подсознание, я вам говорил сколько, 40 миллионов бит в секунду, а сознание всего 50 бит в секунду. Это, конечно, величайшая сила. Так вот, если мы подсознание начинаем, мы себя настроим, подсознание, и подсознание начинаем помогать, это очень здорово. И вот первое упражнение я бы хотел рассказать. Как спросить у подсознания, готово оно работать с нами или нет? Рассказать? Конечно, конечно. Расслабьтесь, расслабьтесь. Просто расслабьте, чуть-чуть вперед, так расслабьте тело. И под плохом что-нибудь, что год, у вас много проблем, что вы не сможете. Куда ваше тело сейчас потянет? Мне никуда не тянет, и я просто вот так вот стараюсь сидеть ровно. Или надо расслабиться так, чтобы освободиться от всех зажимов? Да. Вот я сижу и под лаком. Так поделиться, чтобы я расслабился, отпустил себя. Как ты сказал, сделать так задержку дыхания. И как ты сказал, повторюсь, сделать так, чтобы язык был неподвижный, как будто он растаял. Да, вот я сейчас... Сейчас... И что надо дальше? Посмотрите, вот я сижу и думаю о плохом. У меня сразу тело движется назад. Да. А если я расслабился, вот я расслабился, и думаю о хорошем, что все хорошо, что мы с Касаем Магомедовичем разговариваем, все, все отлично. У меня тело, смотрите, куда двигается. Вперед. Ну, это может быть от того, что ты подсознательно себе поставил туда или сюда. Если да, то значит вперед, если нет, то значит назад. Раньше, знаешь, технику работы с подсознанием, знаешь, как делали? Блюдечко крутили. На блюдечке писали «да» и «нет» стрелочку. И говорили «дух Пушкина, будешь разговаривать со мной?» И пальчиками невольно вот так вот идемоторно тарелочку крутили. Ну, все равно, что сказать, «дух Пушкина, будешь со мной разговаривать?» Если да, наклонись вперед. Если нет, наклонись назад. И вот так создавать связь управления. На маятник. Или маятник, да, маятник? Да, маятник. Да, да, да. Например, в одну сторону, если это в другую, то он в другую ходит. Да, очень много таких техник работы с подсознанием. Вот это вот мне нравится, когда я просто стою, сижу или стою, как это мне. И я задаю вопрос, мне надо сделать вот это, так или не так. Если вперед идет, я знаю, что это будет хорошо все получится. А, что условия себе ставишь? Если вперед, то хорошо. Да, если, например, вот мне надо вот это вот туда поехать, мне раз, назад, я знаю, что лучше мне туда не ехать. То есть у тебя изначальная установка, если назад, значит, ты отрицаешь это. Если вперед, значит, ты приближаешься к этому. Не только у меня, это у всех, касаемо гомеды. Не знаю, потому что есть кинестезическая практика. Например, там нажимают на руку и говорят, если такой-то препарат тебе подходит, то мы не можем нажать на руку так, чтобы ее согнуть. Потому что когда человек внутри себя говорит «да», подсознательно, потому что он же не знает препарат, это отношение к препарату, у него сила есть. А когда нет, раз, и сгибается. Это кинезиология. А то же самое можно воду находить, например, под землей. Это отношение наше к геомагнитной обстановке, к магнитной обстановке, к слоям породы и так далее. То есть это не сознательная реакция, а это реакция нашего тела. На уровне подсознания, подпороговой реакции. А это по среднам. Но я не знаю, это у всех будет вот так одинаково или нет. Амин Ильич, только одно. Если вот человек расслабился хорошо и задает вопрос, тело само будет двигаться. Нет, это я уже сколько, со сколько я людей занимаюсь и помогаю им, это все. У всех идет так, что если хорошо, то идет вперед. Но это может быть и, конечно, и надо спрашивать. Если ты это сказал об этом, что если хорошо идет вперед, так может и потому, как ты это сказал. И поэтому так себе отменили. У кого-нибудь, вот я у вас хотел вот так вот спросить, что такое. У любого человека, если вот так вот расслабишься, когда задаешь вопрос, тело само непроизвольно куда-то двигается. Так у меня же что-то оперирование, у меня немножко по-другому. У меня там титан стоит, титан. А, ну. У меня же сразу спазмизм возникает. У меня же операция семь с половиной часов была. У меня же немножко не так. Вы сказали о том, что как вот подсознание. Подсознание очень интересная штука. Вот если вот сейчас у каждого есть дома компьютер, то можно определить, как он работает. Взять, например, когда вы открываете компьютер, вы видите на экране много всяких программ. Папки, там всякие файлы. Ну, все, что есть. Это вот и есть то же самое также в голове. Если мы открываем какую-нибудь папку или там что-нибудь отрицательное, или там что-нибудь, там написано, что то-то, то-то, то-то. Так вот, если мы берем и изменяем, то то же самое можно изменять также в голове программы. Интересно, да, интересно. Я тоже скажу, что мы с вами рассказывали. Книгу, в которой ты у нас есть, как участник, как автор приемов, в частности, по тому, как чтобы язык растаял. Все знают об этом, что в этой книге есть Александр наш. Спасибо тебе, Саша, большое. Ну, последнее, хочу вам сказать, что для подсознания достучаться очень тяжело, потому что подсознание у нас находится в бронированной защите, в танке сидит. Поэтому, если мы достучимся до него, и он скажет, я слушаю вас, командир, я буду выполнять то, что вы скажете, это вот здорово. Тогда подсознание начинает работать на вас. А вот когда мы выходим на нулевое состояние путем подбора действий сихронных текущему состоянию в моменте, у нас открывается подсознание. И там мы можем, о чем мечтаем, например, что во время стресса я сразу вспомню, что мне надо остановить на 2-3 секунды дыхания и подумать о совете, который дал Александр, чтобы язык у меня как бы растаял, и пока я буду это делать, в этой неопределенности стресса, дам эту определенность, то стресс и снимется. Так вот работает все. Да, я хочу показать тебе картину. Скажи, пожалуйста, что здесь добавить, что убавить, потому что мне сегодня подарили краски, я их жду. Я буду дорабатывать эту картину. И мы сейчас с тобой вместе делаем коллективный разум. Ты мне скажешь, я не вижу экран, я вас не вижу. Поэтому иногда происходит. Я вижу, как вашу фотографию с трубкой. А, вот оно что. Оказывается, вот оно как. А я же не знал об этом. Как же мне сделать, чтобы я там был? Как мне сделать, чтобы я там был? Ну, вот видишь, мы записывали, я все время был. И сейчас ты меня не видишь, да? Нет, я вас не вижу. Вы стоите вот во ваш аватарчике, или как он там называется, вы на фоне картины стоите. Ну, как же мне сделать? Я не знаю. Касаем, Агбиндович, вы извините, я уже побежал, мне надо бежать на тренировку. Хорошо. Я тебя очень благодарен, я тебя обнимаю. Если буду, просто задавайте, я еще рад буду еще выйти на связь, сделать еще ролик, более подробно рассказать. Хорошо. Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо. Всего доброго. Дома приветы, здоровья и счастья. Спасибо.